Спасибо всем, кто присоединился. Я постараюсь оправдать ваше доверие и не занимать ваше время зря, а чем-то очень полезным и информативным. Напоминаю, что с моей точки зрения я посвящаю все занятия своей жене, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Любоват Михаэль. Борец не только за землю Израиля и за возвращение русскоговорящего еврейства на родину, но и борец за понимание пророков, за глубокое понимание пророков. Мы с ней 20 лет вместе проработали для того, чтобы разобрать тексты. Я сейчас продолжаю то, что мы не успели доделать. Работаю над книгой Малахим. И я с вашего разрешения хотел воспользоваться тем перерывом, который был у нас, и взять с вами книгу Ишаяху. Дело в том, что тему, которую я поднял на последнем занятии, немножко мы ее с вами как-то осветили, это духовная структура храма. Мне, честно говоря, к ней надо еще немножко подготовиться и разработать ее. Я надеюсь, что мы к ней вернемся. Но сегодня с вашего разрешения книга Ишаяху. Я напоминаю, все, многие хорошо знают, что им пророки делятся на первых пророков или ранних пророков, которые охватывают историческую часть от входа в землю Израиля до разрушения первого храма, от книги Ишуа до книги Малахим Бет. И далее идут три больших пророка – Ишаяху, Еремияху и Ические. И как бы в дополнение к ним, если так можно сказать, есть двенадцать малых пророков. Двенадцать малых пророков, они не потому малые, что у них маленькое значение, спасибо, а потому что у них немного текста. И люди Великого Собрания, когда они формировали книги, они решили объединить эти двенадцать текстов, чтобы как бы не пропали, объединить их в одну книгу, в один свиток, и обычно двенадцать малых пророков для чтения в синагоге их записывали в один свиток. Хотя это не обязательно, но определили их как одну книгу. И мы сегодня с ними непосредственно столкнемся. Мы сейчас с вами посмотрим первые строчки Ишаяху, а потом нам придется с вами заняться историей. Так, поднимаю текст, поднимаю текст, и мы с вами начинаем работать. Ну, мы откроем с вами книгу, а потом придется нам ее отодвинуть в сторону и говорить о том, что происходило в этот период. Ишаяху пророчествует на протяжении сорока лет с перерывами. То, что мы здесь с вами видим, царю Зиягу, Юта, Махази, Искияву, так, в Атвий период гораздо больше, чем сорок лет, но время его пророчества, время, когда он говорил от имени Всевышнего, оно где-то укладывается в сорок лет. Ишаяху, сын Амоца, говорят, что Амадсия, царь Амадсия, отец Узиягу и Амоц, они братья, и Ишаяху таким образом принадлежит царской семье. Он вхож в дом царя, не то, что вхож в дом царя, он просто как бы член семьи, и это его особое положение сыграло большую роль. Он воспитал фактически царя Узиягу и Ютама, пытался, так сказать, воспитать царя Ахаза, повлиял на царя Ихисуягу, на всех царей Иудеи. То есть он воспитатель тех царей, которые перечислены в этом отрывке. Это первая глава. Берем второе предложение. Слушайте небеса и внимай земля, ибо Бог изрек детей я взрастил и возвысил, а они мостали на меня. И вот в качестве небольшого начала такого, да, можно сказать, что Маше в главе Азину, слушайте, да прислушайтесь, преклоните ухо Азину, Азину Ашамайем Бешимуа Авец, преклоните ухо небеса и услышь земля. Говорят, что Маше стоит ближе к небесам. Он просит их преклонить ухо, а земле он как бы кричит, он дальше от земли Маше, ближе к небесам, и дальше от земли, в отличие от него Ихисуягу, говорит, слушайте небеса, как бы кричит небесам. И внимай земля, преклони ухо земля, как бы он ближе к земле, да. Это все очень хорошо, вот, но как это себе представить, что у Маше голова достигает небес, а ноги убираются в землю, а Маше Аяву голова не достигает небес. Совершенно это не в этом смысл. И, к сожалению, здесь, опять же, комментаторы оставляют этот момент, оставив Медраж просто на наше рассмотрение и усмотрение, на наше понимание, а мы часто не замечаем. А дело здесь такое, да, как бы важная вещь, важный момент, важное понимание, что значит ближе к небесам, дальше от земли или ближе к земле и дальше от небес, есть такой момент. Маше идет со стороны небес. В каком смысле? Для него Тора, божественное влияние, которое как бы распространяется сверху, оно главное, оно призвано исправить человека, коснуться его сердца, то есть все для Маше все идет в основном сверху. И это можно понять. Он единственный человек, который вот так вот совершенно напрямую разговаривает со Всевышним, через которого происходят чудеса, спросить, кому ближе Маше, к Всевышнему или к народу. И его влияние, влияние со стороны небес, оно распространяется на вот, да, а Ишайаву нет, да, он идет со стороны земли, он требует от народа исправить свои дела для того, чтобы быть способными воспринимать божественное влияние. Или формирование народа сверху, как Маше, и это ближе к Небесам, или влияние на народ непосредственно для того, чтобы получить далее как бы свет в небес. Это Ишайаву. Это такое наше небольшое видение для того, чтобы просто открыть книгу. А дальше нам придется с вами сделать экскурс в историю. И вот тут как бы я затрудняюсь, как это сделать нам с вами, но попробуем, попробуем, попытаемся, да. 796 год до этой эры – это смерть Шламо и разделение царства надво, как вы помните, большинство основей Израиля откололось от Иуды и Вениамина. 10 колен откололись. И откололись они не только от Шламо, которого они обвиняли в том, что он их эксплуатировал, но и откололись и от Ярушалаема, и от Храма. В Южном царстве правит царь Ихавам, сын Шламо, а в Северном царстве правит Еруваам, Беннавад, который был слугою Шламо. Это как бы, грубо говоря, просто ужасная, непростительная глупость со стороны большинства сыновей Израиля, со стороны 10 колен, потому что они видели то, что они тяжело работают, то, что Шламо заставляет их работать на строительстве городов, не только на строительстве храма, но и потом на строительстве городов и укреплении с тем. Им казалось, что колено Иуды находится на привилегированном положении, что все значимые люди, все слуги Шламо, они из колен Иуды. И они совершенно не видели то благословение, которое распространялось благодаря Шламо, благодаря тому, что он построил храм. 40 лет во времена правления Шламо практически не было войн. Были столкновения на севере, на юге, но войн не было. В древнее время это большая редкость. И каждый раз, когда выходили на войну, понятно, что десятки тысяч погибали. Все это не сумели оценить сыновья Израиля, 10 колен. И с момента разделения царств, в общем-то, оба царства были обречены. Это было только вопрос времени. Конечно, еще было много времени. Храм был разрушен в 422 году. Мы понимаем, что было еще 300 лет для того, чтобы исправить эту ошибку, но исправить ее не смогли. На седьмой год своего правления Яравам в 791 году запретил своим жителям подниматься, своим подданным подниматься в храм для того, чтобы приносить жертвы. Он установил так называемые пардесим, засады, которые выслеживали людей, не просто идущих в Иуду по каким-то делам торговым, а людей, которые собираются приносить жертву в храм. И, в общем-то, была установлена смертная казнь для тех, кто идет в храм. Такое свое действие Ирваам, скажем, не то чтобы оправдывал, но объясняется. Для него причиной, скажем, такого действия было то, что Ирваам боялся, что после 7-го года, 7-летнего цикла, его подданные пойдут в Иерушалаем. И царь на 8-й год, когда заканчивается 7-й год, на 8-й год, царь из рода Давида стоит в храме на специально построенном для него подмосте и читает Тору перед всем народом. И, естественно, у народа это вызывает и трепет, и уважение к царю. Царю приходят все, и мужчины, и женщины, и дети, для того, чтобы услышать это чтение Тора из уст царя, исполнить заповедь в Иогель, собираться в храме. И это, конечно, производило мне большое впечатление. Ирваам боялся, что после такого посещения храма его подданные вернутся и просто убьют его, скажут, зачем он нам нужен, давайте вернемся к дому Давида. Ирваам установил на границе своего царства, установил золотых тельцов, не как идолов, а как утверждение того, что Северное царство, оно как бы живет своей идеей, своими принципами. Ирваам изменил календарь, сдвинул все праздники на месяц, Ирваам разрешил строительство, возведение жертвенников вне храма, естественно, для принесения жертв Всевышнему. Золотые тельцы стояли в Дании и Бершеве. И это были не просто, я прошу прощения, не в Дании, в Бершеве, а в Дании и в Бит-Эле, в Бит-Эле, на границе с Иудой. Было много идей, связанных с этими золотыми тельцами. Но главное то, что Северное царство, оно видел у себя психологически отделившимся от Южного царства, от Иуды. В Бит-Эле был построен большой храм, да не так же храм, который в какой-то момент он достиг большего еще, такого великолепия, чем храм, великолепие и богатство, большего, чем храм Верушалаи. И мы туда приходили приносить жертвы Всевышнему. Но что значит приходили приносить жертвы Всевышнему? Кагены и левиты почти все перешли в Южное царство в момент разделения царств. Северное царство осталось без учителей, без глияния, без Торы. Ну да, верили бы Всевышнего. Но, естественно, что вера требует четких представлений о Всевышнем, о его единстве. Если нет изучения Торы, если нет влияния людей духа, ведь Верушалаи в добрых агене, в добрых приносили жертвы, они разговаривали с кагенами. Да, в общем, кагены были в каждом месте и левиты. Они рассказывали принципы веры и обучали закону и незаконам, и ритуальной чистоты и нечистоты. Без всего этого осталось Северное царство. Естественно, оно начало сползать в сторону идого поклонства. Да, приносило, преподавляющее большинство приносило жертвы Всевышнему на высотах, что само по себе является запретом в то время, когда стоит храм. Но, скажем, запретом, но еще не до поклонства. Но потом стало появляться и поклонение Баалю, и потом пропало понимание того, что служение Всевышнему и служение Баалю – это разные вещи, потому что люди начали считать, что ну какая разница, вот есть Бааль, он сила дождя, и когда мы поклоняемся силе дождя, ну сила дождя, она же все равно находится в руках Всевышнего, и мы поклоняемся ей, и мы все равно как поклоняемся Всевышнему. Нужно сказать, что тем, что Северное царство все-таки отличалось от своих соседей, от Соры и от Цидона, и от других, и, естественно, от Омона и Моаба, тем, что человеческие жертвы не приносились. Сыновья Израиля все-таки не упали до такого состояния, когда приносились человеческие жертвы. Был момент, но не в Северном царстве, а в Иуде, когда проводили детей через огонь в честь Молоха, но это отдельный момент, о котором мы, может быть, потом поговорим. А здесь мы можем представить себе, что есть это обоклонство, утрата понятия о Всевышнем, то, что его нельзя соотнести, вообще нельзя не соотнести ни с одной силой, которая действует в мире, и запрещено молиться какой-либо силе, даже представляя себе, что эта сила, она исходит от Всевышнего. Понятно, что Молоха исходит от Всевышнего, социальна Всевышнего, находится в руках Всевышнего, все равно запрещено молиться этой силе, потому что для нас есть сложное понятие, с которым мы здесь столкнемся, в Ишаяху, сложное понятие, что Всевышний и соединен с этим миром и одновременно отделен от него. Нельзя указать ни на одно место пальцем и сказать, что здесь Всевышний, нельзя указать ни на одно место пальцем и сказать, что здесь нет Всевышнего. Может быть, как-то этот момент можно понять при помощи тех понятий, которые вел Эммануэль Кант, скажем, Лео Абдиль, что есть понятие имманентного и есть понятие трансцендентного. То есть все, что касается духовного мира, все, что касается Всевышнего, для Канта это трансцендентное, то есть полностью отделенное от мира понимание человека и его возможностей ощущения. Мы соглашаемся с этим, соглашаемся с Кантом и добавляем, что тем не менее, тем не менее, да, есть постоянно в мире присутствует что-то трансцендентное, то есть за любой силой управляет Всевышний, но он непостижим через эту силу, да, он непостижим через эту силу, с другой стороны, да, он присутствует повсюду и говорит с человеком, говорит с человеком напрямую. Поэтому, да, это может быть тонкий момент, вот, тонкий момент, но это то, что вот это представление, которое утрачивается в Северном Царстве, что запрещено поклоняться любой силе природы, да, потому что это искажает представление о Всевышнем. Он не соединен с этой силой, и он и отделен от нее. Если ты хочешь молиться Всевышнему, молиться только Всевышнему запрещено искать каких-то подосредников или представлять себе, что, или служить Всевышнему через какую-то силу, представляя, что он все равно управляет этой силой, да. Значит, это тот сдвиг психологический, который происходит в Северном Царстве, и который приводит часть населения к тому, что он начинает служить Баалу, и никто из царей этому Северного Царства не препятствует. И принципиальный момент, принципиальный момент 1746 год, когда на престол Северного Царства поднимается Ахав, сын Омри, и он берет себе в жены Изевель, которая является дочерью царя Цидона. И Ахав сам, у него есть какие-то представления о Всевышнем, но они также искаженные, извращенные. А Изевель, естественно, она идолопоклонница, более того, она ставит своей целью превратить Северное Царство в царство идолопоклонников, которое, царство идолопоклонников, она привозит сотни жрецов Бааля и жрецов Штарты для того, чтобы они влияли на население. И вот в 738 году происходит событие, центральное событие для Северного Царства. появляется пророк Ильяу, Ильяу-Анаби, или Ильяу-Атишби. Он приходит из Гелада. Можно долго говорить о его происхождении и, скажем, вдаваться споры мудрецов. Но я думаю, что для нас нет в этом необходимости. Говорят, что Ильяу, он Пенхаз, сын Азара, сын Аарона, который продолжает жить очень долго. Другие говорят, что он пророк, который вырос в Геладе, и он, может быть, похож на Пенхаза по своим качествам, свойствам, но не является непосредственно тем самым Пенхазом. Это для нас совершенно неважно, я думаю. Важно то, что он появляется в 738 году и объявляет Ахабу, что если тот не прекратит идолупоклонство в стране, то три года будет засух. И с этого момента начинается настоящая внутренняя война, можно сказать, гражданская война. Ильяу, он не один. У него тысячи учеников, которые начинают действовать, возможно, еще до этого события, в 838 году, распространяются в Северном царстве, утверждают суды по законам, торы учат народ, к ним собираются люди. И Зевель, она предпринимает свои действия жестокие, она запрещает пророкам учить людей, и те, кто ослушиваются ее приказа, она хватает и казнит. Около тысячи пророков были, учеников Ильяву были казнены. И до 738 года, когда он появился, и после этого момента. Три года продолжается засуха, как вы помните, в 736 году до этой эры, Ильяу призывает Ахава на гору Кармель, туда же приходят жрецы Баала, привезенные из Эвели Сидона, и происходит чудо. Ильяу и жрецы строят жертвенник, каждый свои жертвенники на горе Кармель, и жрецы молятся, и никакого ответа с небес, естественно, не получают. Ильяу произносит молитву, и на его жертвенник спускается огонь с небес. Что-то похожее прямо до силы этого чуда, она огромная, это происходит на глазах у всех людей. И Ильяу убивает 400 пророков из Эвел. Всегда кажется, что это жестокий поступок, и все нужно помнить, что это люди, которые своими руками убивали пророков. И просто своими руками убивали пророков. Это война, и тут ничего не сделаешь и не поделаешь. Дело не только в том, что они были поклонники, дело в том, что они просто жестоко расправлялись со всеми теми, не только с пророками, но и с праведными людьми, которые продолжали служить Всевышнему в этой тяжелой расширке, которую установила из Эвел в Северном царстве. То есть колоссальное чудо. И вы помните, что убив этих 400 пророков или до этого момента, как он убил 4 пророков, 400 пророков Ильяу на Ви произносит фразу, которую мы повторяем в конце Йоу-Кипура «Адунай вум Айлогим». «Бог, Он всесильный», можно так перевести на русский. Идея такова, что имя «Элогим» означает «Имя Илогим» означает совокупность всех сил, которые действуют в мире, за которыми управляет Всевышний, можно сказать, как-то скрывается за ними. А имя «Адунай» указывает на трансцендентность. И поэтому, скажем, эта фраза, обращаясь к жителям Северного царства, Ильяу на Ви говорит, «Вы не можете служить Илогим» силам, которые для вас являются представителями Всевышнего в этом мире или теми ниточками, через которые Он управляет мир. «Вы не можете служить». Есть еще «Адунай». Есть нечто трансцендентное, огромное, и оно неотделимо от этих сил, от всех сил, которые действуют в мире, и в то же время оно не выражает себя через эти силы. «Адунай» и «Уйлогим» есть, так сказать, приблизительно имманентное, есть трансцендентное, и вы не можете забывать о трансцендентном. Весь народ повторил за ним эту фразу, «Адунай» и «Уйлогим». Но и пошел дождь после трех лет засухи. Но что? В Северном царстве ничего не изменилось. я выписал для вас, вынес для вас девятнадцатую главу из книги Малахим «Алиф», где рассказывается о том, что после этого чуда на коре Кармель и послала из Эвеля и посланца сказать Ильягу «Пусть то-то и то-то сделают со мной боги и еще больше того, если я завтра в эту же пору не сделаю из твоей жизни того, что сделал жизнь у каждого из них, то есть каждого из четырех сот пророков, которого ты убил, и Ильягу убегает. Он убегает и идет на гору Синай, где он говорит со Всевышним. Он убегает не потому, что он боится из Эвеля, а потому, что он в отчаянии. Если это чудо не изменило принципиально Северное Царство, если Эвеля продолжает править Ахав, ее не изгнав, то все надежда на исправление утрачена. Он приходит на гору Синай, и там Всевышний говорит, там Всевышний говорит с ним, многие знают этот эпизод, и не знаю, может быть, у нас немножко историческое видение затянулось, но я как-то себе так представляю, что невозможно упасть в книгу Ишаяу, если не представлять себе основные отправные точки нашей истории. И вот Всевышний говорит с ним, Ильяу стоит в пещере, и вот Всевышний спрашивает его, что тебе нужно здесь, или Я, спрашивает его Всевышний, как ты попал сюда, зачем ты попал сюда. И сказал он, весьма взоревновал я, и сказал, весьма взоревновал я о Боге, боимся, потому что оставили завет твой, сыны Израиля, жертвенники твои, разрушили, и пророков твоих убили мечом. Это то, что происходит во времена господства Изэи, Изэбель, служение Всевышнему становится запрещенным, жертвенники Всевышнего разрушают, даже жертвенники Всевышнего разрушают, как бы, да, это запрет с точки зрения тоже служить за пределами храма, служить Всевышнему, возводить там жертвенников, может быть, еще большая катастрофа, чем служение Всевышнему на жертвенниках вне храма, и вот это большая катастрофа происходит, жертвенники построенные в честь Всевышнего разрушают, да, и пророков твоих убивают мечом, все, кто не спрятался, все, кто не скрылся, все, кто продолжает учить, обучать народ и собирать людей, все, они попадают рано или поздно в руки и зебель, и она расправляется с ними, да, и остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее, да, и сказал Натар, Всевышний говорит ему, выйди и стань на горе перед Богом, и вот Бог проходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Богом, не в ветре Бог, после ветра землетрясение, и в землетрясении Бог, и после землетрясения огонь, не в огне Бог, и после огня голос тонкой тишины, я бы сказал голос хрубкой тишины, потому что такое тонкая тишина не совсем понятно, на дака я я бы сказал, хрупкая тишина, которая наступает и тут же ломается. То есть на какое-то очень короткое мгновение. То есть что хотел сказать Всевышний Ильяву? Он проводит перед ним как бы все материальные силы, которые находятся в руках Всевышнего. И он говорит ему, Всевышний говорит, Ильяву, я понял тебя. Ты хочешь вернуть их к раскаянию Северное Царство силой. Ты хочешь делать для них чудеса, как на горе Кармель. И еще огонь, и еще вода. И ты хочешь землетрясения. Это не путь. Настоящее раскаяние, оно не может выйти с страха. Оно не может быть благодаря чудесам. Ты рассчитывал на чудо на горе Кармель, что оно повлияет на людей. Ну да, хорошо бы было, если повлияло. Но не повлияло. Но путь постоянных чудес управления, такого управления силами природы, вот огонь спускается с неба, вода, там, скажем, да, землетрясения. Ну, смотрите, вот эта мощь Всевышнего. И признайте Всевышнего, это не путь. Всевышний не хочет этого пути. Единственное, что можно, это только затронуть душу людей. Затронуть тем светом, который раньше творения, раньше всех этих сотворенных элементов, вода, воздух, огонь, земля. Да, раньше этих элементов есть, которые как бы выражают слово Всевышнего, раньше этих элементов есть тишина. Тишина, какой-то момент прямой непосредственной связи души со Всевышним, даже без речи, как бы помимо всех сотворенных элементов, есть прямая связь души. Вот это единственная надежда. Нельзя достичь этой прямой связи души со Всевышним, затронуть душу так, чтобы людей, так, чтобы она вспомнила об этой связи. Это единственный момент. А все угрозы со стороны силы природы, они не подействуют. Вот Илья услышал и ветер, и землетрясения, устал у входа в пещеры, и вот голос к нему, и сказал, что тебе нужно здесь, Илья у Всевышнего возвращается к нему к тем же вопросам, ну, в надежде, что он что-то понял. Он ничего не понял, как бы тут нельзя его обвинять. Наоборот, здесь какая-то есть честность, прямота, принципиальность, которая, кстати, постоянно есть у пророков, даже в разговоре Всевышнего. Ты мне хотел объяснить что-то, да, я послушал, я не понял. И сказал он, ответ такой же, весьма взоревновал я о Боге, то есть то, что он ему ответил первый раз, он ему отвечает сейчас, и сказал он, весьма взоревновал я о Боге, о Боге воинств, потому что оставили завет твой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили ничем, и остался я один, но и в моей душе искали они, чтобы отнять ее. И вот это вот поворотный момент, еще один поворотный момент нашей истории, большая, как бы, большая трагедия с таким отказом Ильяву продолжать свою деятельность. Божественное присутствие уходит. В общем-то, подписан приговор к Северному царству, и остается спасать только что-то, какие-то, скажем, не все, а что-то еще можно спасти. И Всевышний говорит ему, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство в Араме, а Еву, сына Нимши, помажешь на царство в Израиле, Ильиша бен Шафат из Эвель-Мехула, помажешь пророки вместо себя, и будет, да, то есть Ильяву закончил свою деятельность глобально, ему еще предстоит несколько важнейших дел, но глобально он закончил свою деятельность его ученик, который был с ним на горе Кармели, Ильиша бен Шафат, он должен сменить его, так сказать, на должности главного пророка, противостоять царям Северного царства, принимать учеников, но у Ильиша уже другие будут задачи, Ильяву уходит на задний план, появляется Ильиша, да, в Дамаске нужно сделать так, чтобы царем стал Хазаэль, человек жестокий, да, который жесточайшим образом будет расправляться с сыновьями Северного царства, если, может быть, они увидят жестокость и победы, неожиданные победы Хазаэля, и раскаются, да, и есть еще человек, Еву Бен Мимша, он начальник над колесницами царя Ахаба, он личный телохранитель царя Ахаба, он должен совершить переворот в Северном царстве, устранить царя и до поклонника, и повернуть Северное царство в сторону служения Всевышнему. Можно сказать, что это не происходит как бы при жизни Ильяву, он поручает это все своему ученику Ильиша, и тот ставит на царство Хазаэля, и тот помазал на царство, скажем, не он, а один из членов Кофу Ильяву помазал на царство Егу, Бен Мимша, и в Северном царстве началась революция. И посмотрим на всем царствам началась революция. Мы с вами где-то находимся в районе 700 года до этой эры. Здесь я для вас взял из интернета картинку. Мне кажется, что это художник Тесот, но я не совсем сейчас уверен, может быть, я перебуду, можете сами проверить. Тесот, французский художник, мне так кажется, он изобразил момент, голос хрупкой тишины на Ильяву в пещере стоит, Всевышний с ним говорит, потом говорит, выйди, и проводит перед ним все силы природы, и когда все смолкает, он слышит голос хрупкой тишины. Вот здесь, мне кажется, что очень удачно и передается ощущение Ильяву в пещере, который выходит из пещеры, мы смотрим со стороны пещеры, и есть голос хрупкой тишины, отражен как свет какой-то необычный, который ложится на горы Синайской пустыни, то ли он превращается в какую-то воду благословения, каждый может себя представить по-своему, но мне кажется, что вот это такой очень удачный момент, момент отражения в художественном произведении слов пророка. Значит, мы с вами должны, мы с вами должны, сейчас мы посмотрим, посмотрим, смогу ли я, смогу ли я вместе с вами сейчас сдвинуться дальше по секунду. Это было много трудно с таблицами. Сейчас, 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 сейчас. Так, да, вот мы сейчас с вами посмотрим, посмотрим, попробуем наметить с наметить еще. И вот бунт Еву Нимши, которому пророк, которому Ильша через пророка Юна, того самого Юна, Книгу, которого все хорошо знают, велит поднять восстание. Еву, начальник над колесницами, мчится в Израиль, да, это 705-й год до нашей эры, я немножко ошибся на память, я сказал, 700-й, это 705-й год до нашей эры. Еву, сын Нимши, мчится в Израиль, в Ишамрон, и убивает царя Юарама, царя Северного Царства, да, а вместе с ним убивает и царя, и долопоклонника. Я уж не буду тут проводить всю линию, объяснять, как Южное Царство скатилось до долопоклонства, царь Южного Царства скатилось до долопоклонства, вот, но примем на веру, что Ахазаягу, что убивает, убивает Ахазаягу, сына, царя Южного Царства, который также является долопоклонником, и приехал проведать Юарама, царя Северного Царства, приехал проведать в Израиль. Оба царя погибли от стрелы Еу, Бен Нимша, и в дальнейшем он очень быстро и жестоко расправляется со всеми его поклонниками, убивает 6 тысяч служителей Бааля в Северном Царстве. Иногда его обвиняют в жестокости, говорят, что можно было бы мягче. Я как-то себе не представляю это, когда человек, практически один человек с горстки своих воинов должен совершить революцию, перевернуть все в Северном Царстве, вернуть его на путь служения Всевышнему. И если он будет проявлять какую-то нерешительность и жалость к врагу, то пропало дело. Иногда его сравнивают с другими царями, как, например, Юшаягу, был царь Южного Царства, который намного позже был, и он совершил подобную революцию, избавился от его вагонства в Южном Царстве, но без кровопролития. Я не думаю, что это справедливое сравнение. Для каждой ситуации есть свои границы. Ева – человек очень праведный. Он был начальником колесниц, до этого он был начальником охраны Ахава, но при этом сохранил свою праведность. Его имя, которое связано с его буквенным именем Всевышнего, указывает на то, что он происходил из семьи праведников. И мы дали специально такое имя. Можно спросить, как он служил царям и до Баклонникам. Ну, ответ здесь очень простой. Правильный человек, он видит часто свою обязанность в том, чтобы спасать жизни сыновей Израиля в любой ситуации при любом царе. Я здесь остановлюсь. Мы запомним эту революцию Егу, и мы вплотную подошли к царю Узиягу Южного Царства и к царю Ирвааму II, который правил в Северном Царстве. И мы дальше можем говорить непосредственно об Ухорхе и Шаягу. Постараемся сделать это как можно короче. Но надеюсь, что то полезное, по крайней мере, что мы можем вынести из этих видений, это хотя бы ощущение того, что для того, чтобы познакомиться со словами пророка, нужно знать историю и обстановку его времени, предыдущую историю. Мы затронем еще и пророков, которые пророчествовали до Ишаягу непосредственно. Это Ушеа и Амос. Здесь я остановлюсь. И если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я попытаюсь на них ответить. Вот я остановил Шею, и я в общем-то ответил. Рамзеев, можно вопрос? Рамзеев, эта история, конечно, она настолько вдохновляет Кольдма Мадака, она настолько и таинственна. До сих пор это для меня такая тайна большая. Насколько можно приоткрыть немножечко. У меня два вопроса. Почему именно надо было призвать Ильягу именно к горе Синай и дать это откровение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько зависела судьба царства северного от понимания Ильягу той информации, которую хотел донести Творец? Ну, если я правильно понял, поход на юг к горе Синай, его начинает сам Ильягу, потом Всевышний его поддерживает и помогает ему добрацать до горы Синай, то, что, естественно, это непросто. И если говорить о какой-то символической линии, то мы можем представить себе, что на горе Синай Ильягу стоит в той же пещере, где стоял Маше, когда прошел перед ним Всевышний и провозгласил перед ним тринадцать принципов веры, а ниже тринадцать принципов милости. Тоже нечто непонятное, непостижимое, также связанное с именем Адонай. Тринадцать принципов веры начинаются с этого. Туда устремляется Ильягу, он идет туда, и Всевышний ему помогает дойти туда. Зачем, я бы сказал так, грубо говоря, символически, Ильягу пришел вернуть Всевышнему Тору со своей стороны. Вот как Маше хотел сложить в себя полномочия, полномочия несколько раз, и говорил Всевышнему, я что, родил этот народ, что ли, я его носил за базухой, как я буду нести один этот народ. Также Ильягу приходит на гору Синай, туда, где была дорога Матора, где был заключен союз, и там он объявляет Всевышнему, разрушили союз с тобою. Разрушили союз с тобою, пророков убили. И мы с вами много раз говорили, что пророчество – это неотъемлемая часть, как бы неотъемлемая часть Торы, не как книги, а как жизнь. Есть Тора, была дана Тора, народ живет в Торе, и царь живет, скажем, по Торе, но есть пророк, есть пророк, в каждом поколении были пророки, ни один, ни два, ни три, кроме великих пророков были еще и пророки, которые влияли на людей. Пророки – это как бы, да, такая непрямая непосредственная связь с Всевышним, с духовным миром, который влияет на всех окружающих людей. И он приходит, говорит, союз разрушили с тобой, да, вот пророков убили, Тору не заблюдают, пророков убили, да, что дальше? Ну, все, я здесь, я тебе отдаю ключи обратно, да, делай, что хочешь. И Всевышний принимает это, говорит, да, принимает это Ильяу, все, да, я тебя освобождаю, я понимаю, что ты закончил свой путь. И опять же Ильяу делает еще несколько важных моментов, несколько важных ходов, так сказать, но, в принципе, он уходит, да. Теперь можно долго говорить о голосе хрупкой тишины. Понятно, что он не имеет никакого определения, и рассказать о нем невозможно. Этот голос хрупкой тишины появляется у Хискееля, как мы с вами говорили, как хашмаль, как какой-то свет, который исходит с того уровня, где есть хаш, тишина, молчание, ималь, и мила, звук, слово, там на этой границе рождается какой-то, какой-то свет. У Раф Каплана есть очень интересный его комментарий на книге Софири Цера, у него есть очень интересная посылка, он говорит так, это понятие, он говорит о сферах, он говорит, эти понятия, они медитативны. То есть, что это значит? Сколько слов ты не говори, все равно ничего не объяснишь. Все слова, которые говорятся, они говорятся только для того, чтобы человек включил свое воображение, использовав весь свой духовный опыт, который у него есть, и сам представил себе, как он может хоть немножко приблизиться к этому понятию голос хрупкой тишины. Тоже можем представить себе, то, что здесь важно, и то, о чем говорит Ильяу, когда говорит Данайу, Илью им, как мы попытались рассказать, что в нашем мире присутствует, в нашем мире есть наш мир, и есть наш мир сотворенный, и в нем постоянно присутствует что-то, то, что было до сотворения. Всевышний постоянно творит мир, он держит его в своих руках, он не как какой-нибудь каменчий строитель, который построил здание, и уходит. Всевышний, если он отпустит руки, то весь мир ничтезнее превратится в ничто, и постоянно его творящая сила, и более того, некоторая сила любви, та причина, которая привела к сотворению миру, она постоянно присутствует в нашем мире. У меня для себя есть такой образ. Есть такой математик Кантер, он сказал, что, закладывая основы дифференциального исчисления, он сказал, что между двумя сколько угодно близко лежащими точками находится бесконечное число точек. Я к его определению добавляю для себя, что если там находится бесконечное, между двумя точками находится бесконечное число точек, значит, там находится и бесконечное число разрывов между этими точками, то, что определяют их как точки. То есть наш мир, он какой-то дискретный, и вот эти разрывы заполняют то, что было до сотворения, и желание творить как бы заполняет, оно проникает в этот мир, бесконечная любовь Всевышнего, она как бы незаметно проникает в этот мир. Другой образ, который мы, по-моему, тоже с вами обсуждали, когда мы говорили о пророке Ихисхеле, это молния, которая появляется у Ихисхеле в видении. Молнию можно представить себе так, что она блестит настолько, что она возникает настолько короткое время, что глаз не успевает воспринять ее, мозг не успевает обработать изображение. То, что мы видим обычно, это не молния, а это аккомодация нашего глаза, где на сетчатке запечатлелся этот момент. И об этом также говорят пророки, когда в этот мир что-то входит короче, чем на мгновение, короче, чем на возможность человека воспринять. Это постоянно здесь присутствует, и вот к этому пласту, так сказать, к этому пласту, постоянно присутствующему в нашем мире, к нему подвел Всевышний Ильягу, и сказал ему, ты сейчас слышишь голос хрупкой тишины, я перережу хрупкой, потому что, как бы, если так образно говоря, услышать можно, услышать можно только на мгновение, короче, чем на мгновение, иначе ты там растворишься, а тут не вернешься. Хрупкая тишина, мгновение, да, есть, и тут же она уйдет. Это примерно то, что, да, и понятно, о чем идет разговор, только бы, как бы, эта хрупкая тишина, и Адуна, и Уа, и Илогим, Бог, Он Всесильный, это примерно один и тот же разговор, один и тот же пласт разговора. Я надеюсь, что я удалось что-то объяснить, да, но вообще, конечно, эти понятия, они требуют обдумывания, самостоятельного работы, и, как бы, опять же, как говорит Ария Коплан, на медитативное познание такое. Окей, хорошо. Спасибо, Рабли. Окей, есть что-то, что еще, Хович, спросим? Если нет, то мы тогда закроем наш форум. Вот, я надеюсь, что мне удалось что-то прохрепеть тут, вот, осмысленное. В следующий раз, надеюсь, будет лучше, и мы с вами завершим историческое видение, перейдем к пророку Ишаягу, к его учению, к его видению. Окей. Спасибо, Радзеев. Спасибо. Всего хорошего, Яшаркова. Всем счастливо, пока. Спасибо, Радзеев.